26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции прогремел мощный взрыв, сорвавший крышу реактора и открывший выход в небо гигантскому радиоактивному облаку, которое прошло над всей европейской частью бывшего СССР. Произошла страшная авария, в результате которой радионуклидами было загрязнено свыше 145 тысяч квадратных километров. Пострадало около 5 миллионов человек. 25 сентября, чтобы память врезалась, часто снится даже по ночам. Мы выселяли в Нараврянском районе целых 21 населенный пункт. Представьте себе, 5 месяцев практически без одного дня люди жили в зоне зараженной адвокативностью. В качестве примера, молодая семья. Он водитель в колхозе, председателя возил, она бухгалтер. Сыну 5 лет, дочери 3 года. Новый дом только построили в 85-м году. Солидный кирпичный дом, там вообще на обличине, ну солидное жилье. Это пробная сторона. И выседает тебя в неизвестности. Я пойду повешусь. Он еще молодой человек. Все стуки начинаются. Он пошел куда-то. Нету, нету. Я наводитель на своего сяги, отчинского. Говорю, сержание умного человека. Ну-ка пойдем посмотрим, что он там может на самом деле надумал. Он думал, пошли по дому, нету, нету. Начали заводить, но он только с тубаэточкой скачил, убирался, срезвый. Живой до сих пор и благодаря нас, чтобы ему спасли жизнь. Трагедия в Чернобыле не имеет прошедшего времени. За годы, которые минули с момента катастрофы, выросло новое поколение. Поэтому участники ликвидации аварии на ЧАЭС и ее последствий считают своим долгом рассказать молодежи о героизме тех, кто победил ядерную стихию. Один из таких героев – Александр Огнев, председатель общественной организации «Щит Чернобыля», полковник милиции в отставке. В Чернобыльской зоне Александр Александрович провел месяц. Эти 30 дней оставили в памяти ликвидатора неизгладимый след. Всего было 11 отрядов у нас. В среднем отряды были по 200 человек. Почему они назывались сводными? Вот у меня в пятом отряде. Почему сводными? 130 человек было из Брестской области и 70 человек было из Минской области. Поэтому отряды назывались сводными. Из 11 командиров на сегодняшний день в живых осталось 6 человек. В пятерых Евтюховича, Петра Ивановича нету в живых. В Кавинах Вячеслава Николаевича нету в живых. В Кравченко Сергееве прохожусь в живых полковник милиции. Остальные все подполковники. Буквально через две недели после начала трагедии были командированы первые сотрудники милиции Брестской области на ликвидацию последствий аварий. Среди них сотрудники ГАИ. В течение двух месяцев они обеспечивали безопасность дорожного движения. Сопровождали колонны автотранспорта, автобусы с детьми. Переселенцами обеспечивали охрану общественного транспорта. Задействованы были все службы. МЧС, военные, милиция. На переднем фланге вместе с людьми в погонах находились люди в белых халатах. Врачи. Первые недели месяцы после чернобыльской катастрофы, конечно же, оказывалась помощь пациентам, которые непосредственно получили гигантские дозы облучения. Врачи боролись за их жизни. К сожалению, все участники тушения пожара погибли от лучевой болезни. Ну и более поздние медицинские последствия, уже после того, как население, их было более 270 тысяч, переселили. Эти медицинские последствия мы впервые узнали спустя 5 лет, 4-5 лет после чернобыльской аварии, когда в Беларуси начали впервые регистрироваться рак четевидной железы у детей. И мировое сообщество, медицинское мировое сообщество не могло в это поверить, как может случиться радиоид индуцированный рак четевидной железы у маленьких детей. К сожалению, в 86-м году в нашей стране, в Советском Союзе, никто не провел йодную профилактику. И последствия облучения радиоактивным йодом мы видим у нашего населения до сих пор. Да, последствия чернобыльской аварии были поистине катастрофичными. С ее момента минули десятилетия. А современное общество до сих пор не перестает возвращаться к этой трагедии, чтобы не повторить ошибок прошлого. Сегодня у нас в университете прошел круглый стол. Я считаю, что это очень важно проводить такие мероприятия. Я думаю, что их стоит проводить не только в дату именно события, но и в течение самого года. Чтобы не только студенты, вообще я считаю, что такие мероприятия надо повсеместно проводить, чтобы мы не забывали и конкретно вспоминали всегда. Так как все-таки границы стираются, проходит все больше и больше времени и постепенно начинают забывать. Тогда были совершены очень героические поступки. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.